у меня такой вопрос вот вы рассказывали и упоминали слово не упоминали произносили слово энергия зачастую люди не всегда правильно понимают что это такое потому что мы это не видим мы это пощупать не можем но сейчас много где пишется о том что вот энергия должна быть такой сякой но человек так как не может ее потрогать он вообще не понимает о чем идет речь хороший вопрос ну как физик если смотреть с точки зрения физики то я бы определил энергию как то что существует то что проявлено и энергии бывают разные энергии например бывают грубые да это вот то что мы переживаем как ну вот внешнюю реальность и энергии бывают тонкие например как мы переживаем тонкие энергии на уровне психики например эмоции этой энергии желание этой энергии мысли этой энергии и тогда мы можем видеть что вот есть ну наш моя психика вот есть грубое тело физическое тело из психика тонкое тело это еще не душа это еще не сны это еще не сознание это определенный тонк тонко тонкая составляющая до тонкая энергия есть энергии духовные к материи не имеют ничего общего да и вот чтобы такой пример привести по энергиям, чтобы это было понятно. Пример с компьютером. Представьте, что есть компьютер, он работает, и там запущена какая-то компьютерная игра. И вот в компьютере есть три составляющие. Первая составляющая – это грубая составляющая, собственно говоря, сам компьютер, само железо, процессор, память, которая работает. Это вот грубая энергия. Есть тонкая энергия, это само программное обеспечение, которое работает на этом компьютере. То есть оно записывается в виде этих битов, но по факту это определенная тонкая составляющая, можно сказать, психическая, в случае, что есть грубое физическое тело, есть психическая составляющая, как программа, которая работает на базе вот этого компьютера, на базе вот этой машины. То есть есть психическая энергия. Есть энергия вот именно как жизненная сила. Ее называют ЦИ, КИ или ПРАНА. Жизненная сила – это то, что привязывает тонкую психическую составляющую к грубой физической. Это как в случае с компьютером что? Электрический ток. Да? Электрический ток, он позволяет программе психической работать. Правильно? Программное обеспечение. Третья составляющая. Есть еще одна составляющая – это сознание оператора. Когда человек сидит за компьютером, он же им управляет, он активизирует этот компьютер. И точно также есть энергия сознания. Означает то, что проникает в этот компьютер и то, что его, по сути дела, ну, заряжает на определенные задачи. И в человеке это проявлено как грубое физическое тело, как тонкое праническое тело. И, кстати говоря, вот именно вот эта жизненная сила, то, что называют ЦИ, КИ, ПРАНА, именно частота колебаний жизненной силы, праны, она проявляется как эмоции. То есть чем выше частота колебания праны, жизненной силы в нашем теле, тем более чистую возвышенную эмоцию мы испытываем, яркую, да, позитивную, радостную. Чем ниже, тем эмоция более грубая, да, вплоть до состояния апатии, апатии. Апатия это означает, жизненная сила настолько медленно вибрирует в нашем теле, что мы уже жить не хотим. Тогда получается жизненные силы мы можем набирать посредством испытания каких-то чувств, да, позитивных, тоже там любви и радости. То есть если это, то набирается больше у нас жизненной силы. Это вот тот самый 70 процентов, который в депрессии, на основании мировоззрения находится. Где были такие исследования Гэллопа, и он пытался понять, ответить на вопрос, как мировоззрение человека влияет на его качество жизни, состояние радости. И он исследовал, ну, по-простому, людей верующих и атеистов. И по факту оказалось, что верующий какой-то совершенно невероятный процент. То есть люди меньше подвержены депрессии, апатии, более позитивно склонны смотреть на мир, более радостны, да, это, ну, очевидно, мне кажется. Если мы понимаем, что такое эмоция, как осознание определенных смыслов, для нас эти исследования Гэллопа, они, ну, становятся самоочевидными. И чтобы с энергиями закончить, есть энергия, вот, энергия компьютера, она есть грубая и тонкая, а есть энергия сознания, она вообще имеет другую природу, да, совершенно чуждую. То есть компьютер, есть я как сознание, которое проникает, которое действует через компьютер. И вот энергия сознания — это духовная энергия. И по факту вот есть такие интересные философии, интересные взгляды, как, ну, приглашение в определенное мировоззрение. Например, утверждается, что все, что происходит с нами в мире, находится в пространстве игровом, пространстве иллюзорном. Говорится, что мы спим, что изначально я, как я, как будто бы сплю, а то, что я переживаю, как реальность — это сон. Или, по-простому говоря, компьютерная игра. Мы внутри компьютерной игры находимся. В этой игре есть определенные правила, есть определенные законы, есть определенные цели, да, которые она ставит. И поэтому человек, он должен понимать, что у этого мира есть конкретные принципы, конкретные механизмы, и изучать, как этот мир работает. Ну, даже на уровне того, чтобы мои желания исполнялись. Да, я чего-то хочу, о чем-то мечтаю, и это естественно очень. Я хочу, чтобы исполнялись мои желания. И вот есть такие яркие примеры, например, разного рода фильм «Секрет», «Трансферфинг», «Реальность», то, что на слуху сейчас, да, когда утверждается, что вот тонкая составляющая, то, что в нашем уме происходит, оно каким-то мистическим образом связано внешней реальностью, да. И вот эта философия, очень интересный взгляд, он говорит, что мы находимся внутри игры, есть разные способы жить. Первый способ — жить в игре, да, то есть ставить какие-то цели, достигать, играть другими словами. И кто-то играет очень интуалистично, вдохновленно, ему очень нравится жить, он полон, да, решимости, желания ставить, достигать цели. Кто-то уже наигрался, кто-то уже разочарован, кто-то понимает, что жизнь оказалась, ну, совсем не тем, что мне обещали. Эти цели, которые я ставил, они мне счастья и радости не принесли, и человек в состоянии депрессии, апатии, опустошения находится, он уже наигрался, ему неинтересно. Кто-то наигрался до такой степени, что начал духовный поиск, он вдруг осознал, что есть возможность игру покинуть разного рода, например, философии буддизма, монизма, маевады. Они говорят, что смысл жизни в том, чтобы закончить эту игру, потому что игра причиняет страдания, послания буддизма, например, да. А кто-то понимает, что за пределами вот этой игру можно не просто закончить, а можно вспомнить кто ты, как духовное существо и проснуться в духовном сознании. А это означает понимание я как душа и отношение с Богом как с личностью, Бог как сверхдуша, да. И разные религии, разные философские системы, они так или иначе оперируют в этом пространстве трех состояний. Либо я играю в игру, и мне нравится, либо не нравится, как получается, да. Если я знаю законы этого мира, я играю, у меня легко получается, я легко достигаю, мне не надо никакие семинары, бизнес-тренинги ходить, у меня как бы вселенная сама мне помогает. Это означает, если я знаю законы, нужно изучать законы. Кто-то уже наигрался и ищет освобождение целенаправленно, то есть направленность на духовную практику, да, на то, что называется нирвана. Нирвана – это переводится как нирвана, выйти из леса. Нир – это отрицание, вана – это лес, выйти из леса материального существования, выйти из игры. А кто-то направлен на вот это вот, на отношение с Богом, на вот это пробуждение духовной составляющей любви, да, когда мы понимаем, что изначально чистое состояние, самая глубинная потребность – это отдавать и принимать любовь. Если это есть, самая главная тогда функция – потребность реализована. Если этого нет, то ничего это уже не может возместить, эта внутренняя пустота в сердце остается. Как Жан-Поль Сартер говорил, у каждого в сердце дыра размером с Бога, и каждый пытается ее заполнить чем-то. И поэтому очень важно увидеть, что есть вот очень разные представления, целый спектр мировоззрений. И хотя бы понять, а где я нахожусь сейчас, вот в этом разнообразии. А как обычному обывателю разобраться? Вот сейчас много статей пишут, где пишут «Мир – иллюзия». И человек, прочитав это, у него случается в голове вообще полная неразбериха, да? То есть как, может быть, обычным обывателям спокойнее относиться к этой фразе? Или, может быть, какой-то ключевой момент вы можете подсказать? Видите, есть какие-то системы, которые говорят изольную иллюзорность происходящего, что на самом деле этого как будто бы нет. Но по факту… Но мы-то ведь тут живем. Да, но когда люди это утверждают, то есть такие учителя интересные, которые берут, снимают ботинок и начинают бить по голове от того, кто такие утверждения делает. Говорят, смотри, ты страдаешь, тебе больно? Считай, что это иллюзия, и продолжают бить его ботинком по голове. То есть если даже это иллюзия, то она какая-то болезненная иллюзия. Шикарный пример. Да, поэтому строго говоря, вот помните, мы говорим о лестнице мировоззрения, то на каком-то уровне утверждается, что на самом деле это слово иллюзия не совсем корректно. Правильно сказать слово – это виртуальность. Это означает, что вот как игра. Игра же реальна, вот представьте, все происходящее – игра. Игра же виртуальна, она запущена на компьютере, да, в нее можно играть. Можно играть так сильно, что начав играть, забыть, что происходит на самом деле, и полностью обусловиться, полностью погрузиться в игру. И в этом смысле игра, она реальна. Она не иллюзорна, она существует. Но она иллюзорна в том смысле, что иллюзия именно как «я не понимаю, что это такое на самом деле». Я думаю, что реальность – это и есть игра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова